Добрый день, уважаемые друзья! 2021 год ознаменован Годом Независимости Республики Казахстан. Со дня провозглашения независимости в Казахстане сменилось не одно правительство. Однако руководили государством за все это время лишь два президента. Казахстан имеет сравнительно большую территорию, обладает заметными запасами природных ресурсов, различным минеральным сырьем. Большая часть страны расположена в Азии, а меньшая в Европе. Такое географическое расположение повлияло на историю, экономику, формирование государственности и развитие Казахстана. Какие же события являются наиболее значимы за эти 30 лет? Предлагаю вам подборку хронологических событий в истории нашей страны, страны Казахстан. Казахстан входит в число самых безопасных стран в рейтинге ядерной безопасности. Этому способствовал указ первого президента о закрытии Семипалатинского ядерного полигона 29 августа 1991 года. 29 августа 1949 года на полигоне было проведено первое испытание. Спустя больше 40 лет именно в этот день вышел указ о закрытии полигона. За это время было произведено 500 взрывов, которые нанесли урон здоровью и жизни тысячи людей. По инициативе Казахстана ООН объявила 29 августа днем международных действий против ядерных испытаний. В 1995 году по инициативе Ельбасы Нурсултана Назарбаева создана Ассамблея народа Казахстана. Ее цель – обеспечение общественно-политического согласия в стране. Впервые идея об организации озвучена на форуме народов Казахстана в 1992 году. Сначала Ассамблея была консультативно-совещательным органом при президенте. Затем трансформировалась в конституционный орган с общественно-политическим статусом. Авторитет организации признан на международном уровне. Одним из главных успехов Казахстана является строительство столицы – города Нурсултан. За небольшой срок появился современный город, который стал визитной карточкой страны. Уже в 1999 году столица Казахстана добилась мирового признания. Город был удостоен награды ЮНЕСКО – город мира. Эта награда присваивается новым городам планеты, которые за короткий срок достигли больших результатов в социально-экономическом, политическом и культурном развитии. Сегодня Нурсултан – это не просто административный центр, а символ независимости и развития страны. Город стал площадкой для международных, политических и культурных событий. Казахстан стал первой страной Центрально-Азиатского региона, где прошел саммит ОБСЕ после 10-летнего перерыва. Его проведение укрепило авторитет страны и первого президента на международной арене. Также в столице Казахстана ежегодно проводятся съезды лидеров мировых и традиционных религий. Спорту в Казахстане с подачи первого президента страны уделяется большое внимание. Казахстанские спортсмены завоевали свыше 60 олимпийских наград. Среди успешных казахстанских спортсменов – Геннадий Головкин, Дмитрий Баландин, Ельдос Сметов, Илья Ильин, Ольга Рыпакова, Александр Винокуров, Зарина Дияз, Элизабет Турсенбаева и многие другие. Главным спортивным событием страны за период независимости стало проведение зимних азиатских игр в 2011 году. В них приняли участие представители около 30 стран. В 2012 году Казахстан вошел в число 50 конкурентноспособных стран мира в Глобальном отчете Всемирного экономического форума 2013-2014 года. В 2017 году Казахстан стал первой страной СНГ, которая провела международную специализированную выставку «Экспо». В ней приняли участие 115 государств и 22 международных организаций. В выставку посетили порядка 4 миллионов человек, из которых полмиллиона приехали из других стран. За период независимости Казахстан привлек более 300 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Наиболее крупными инвесторами являются Нидерланды, США, Швейцария, Франция, Великобритания, Россия, Италия, Япония, Бельгия и Канада. С момента обретения Казахстана суверенитета в стране создано более 300 тысяч рабочих мест и 1250 новых предприятий. Более 100 стран являются потребителями казахстанской продукции. За последние годы освоено производство более 500 видов изделий, экспортировано около 50 новых товаров. Субтитры создавал DimaTorzok